Смотрите, существует представление о правильном и неправильном, они здесь. Они социально прошиты, обусловлены, и даже где-то отчасти корешки куда-то в глубинный разум под сознанием уходят. Существует внутренний импульс. И об этом импульсе мы говорим. Меня ведет. Меня куда-то ведет. Ситуация развивается. Я не знаю, куда дальше идти. Если я, ну то есть вы в данном случае, в контакте с внутренним импульсом, и вы не знаете, куда двигаться, как поступить, значит энергии в этом импульсе недостаточно, чтобы что-то делать. И вы здесь, в таком пространстве, ну, открытого, вопрошающего ожидания. Я не знаю, я жду больше энергии, чтобы куда-то двинуться. Что мешает услышать этот импульс? Все загрузки про правильное или неправильное. Жизнь находится за пределами этих вещей. И вот когда интуитивно, ну то есть когда движения здесь энергии достаточно, вас, мы говорим об этом, как бы меня ведет. Ну на самом деле это я, но какая-то часть меня, которая находится, давайте так используем терминологию Берта Хеллингера, находится в контакте с большой душой. То есть есть большая душа, есть наши маленькие души. Когда мы концептуальны, обусловлены мировоззрением, этикой, религией, мы можем быть не в контакте с большой душой, как будто бы моя метафора такая, вот когда маленьких, сейчас я отступлю в эту метафору, когда ученые брали икринки этих лягушат и закрывались свинцовым панцирем. Там были все условия для развития, но лягушата дальше головастиков не развивались. И ученые тогда задали вопрос, почему? И они пришли к этой квантовой вот такой тоже парадигме, ну через биологию, потому что остальную информацию они берут из большого поля. А свинцовый вот этот панцирь препятствует считыванию развивающимся икринкой, ну как бы дальше. То есть дальше информации нет. Ведущий неонатолог Киева мне рассказывал историю, что говорит, в нашем двух клеточках, мужское и женское, находится только треть информации для развития плода. Только треть записана в ДНК. А где же, откуда берется остальные? И здесь мы говорим, и они тоже говорят, ну как бы в медицине вроде все понятно, но треть записана в ДНК. Остальное берется из какого-то мифического, блин, поля. К этому пришли уже ученые. Открытие Берта Хеллингера, наверное, слышали? Такой, нет? Про самого Хеллингера? Да, да. Вот. Как раз вот они строятся на чем? На том, что если мы интуитивно с глубинным я сонастроены, мы можем более ясно читать, исчитывать сигналы этой большой души и тонкостью ее движения. Где-то, если мы зависаем, останавливаемся, мы, скорее всего, в концепции. Любовь, жизнь происходит за пределами наших представлений о правильном и неправильном. Когда мы возвращаемся вот сюда вот, вот сюда вот, вот прям, ясно видим, ну здесь слово ясновидящий, но без спекуляций, ясно видим, да, то в этом мы можем быть, и если мы из этой глубины, из этого я разговариваем с другим человеком, ясности добавляется, и при этом информация может не добавиться. И вот этот эффект, а-а-а, поняла. Поэтому Хеллингер свою работу, когда он делает расстановки, никогда не доводит до логического конца. Он как бы чуть-чуть, как ребеночка, который начинает ходить, чуть-чуть так ведет, и если человеку уже полегче стало, он говорит, я не хочу знать, о ком это расстановка и о чем. Я вам не советую узнавать, как прошла консультация, ну насколько эта проблема разрешилась, чуть-чуть. Вот, вот эта глубинная душа, она работает совершенно гомеопатическими дозами. Она не вторгается, она чтит, она в согласии с большой душой, и ее прикосновение очень-очень нежное. Оно такое, как веяние тихого ветра, вот одна из библейских метафор Бога, это Бог был веяние тихого, не в громе, не в молнии, не в извержении вулкана, веяние тихого ветерка. Мы привыкли к ярким, грубым, четким, понятным формулировкам, статистика, там что-то такое, вкусы яркие, в рекламе яркие, попы яркие, чтобы были на рекламе, тогда будут покупать. Сейчас правда уже и это уходит. Мы купились, чем громче, чем ярче, тем вроде как правдивее. Поэтому сейчас, если человек, говорит, несет какую-то ахинею, но с эмоциональным напором, нам кажется, что это правда. Правда, вот эта глубинная, вот этого божественная, давайте возьмем, да, она очень тихо. Здесь нужно, ну, как слушаться. Здесь вот, когда мы стихаем, мы слушаем, мы допонимаем и по движению души понимаем, чего мы допоняли. Спасибо.